Мы как-то привыкли, что хоккей у нас самый титулованный вид спорта. Кубки, памятные призы, россыпи медалей сопровождают хоккеистов с самых первых шагов. Понятно, что только лучших из них. Турнир «Золотая шайба» в этом году отметит 55 лет со дня первого старта в 1964 году. С тех пор больше 10 поколений мальчишек вошло в большой хоккей. А сегодняшние ветераны помнят свои старты, как будто это было вчера. Александр Самокутяев с детства профессионально занимался хоккейной подготовкой. Но позже своей профессией выбрал небо. Стал военным летчиком. Со временем у нас, наверное, осталось только общей идеей, общее желание играть, побеждать, забивать, драться. Смотрю, мальчишки остались те же. Те же, которые любят спорт, которые уверены в себе и правильное направление выбрали. Хоккей – это сила. Оно сплачивает, воспитывает. Я желаю продолжать всем. На благо нашей страны. Хоккей – это наш национальный спорт. С чего начинается хоккей? Конечно же, с дворовой коробки. Даже если это не коробка, а кусочек оледенилого двора, где можно устоять на коньках и щелкнуть шайбу. В общем-то, хоккей начинается с огромного желания играть. Одно дело смотреть, как играют другие. Другое дело играть самому. Так начинали все и даже самые прославленные чемпионы. Сами ходили, сами катали, сами все делали. А потом уже, когда научились кататься, сами ездили, записывали школу в детскую спортивную. И потом уже там так и получалось дальше уже. Так что совет чемпионов. Не сидите дома, выходите на лед, пока стоит хорошая погода и есть хороший лед. Ну а тем, кто уже всерьез занялся хоккеем, остается пожелать новых и новых побед. Это моя первая медаль. А сколько тебе лет? Мне 9 лет. Собираешься всерьез играть в хоккей? Да. Какую задачу ставишь на себя? Попасть в НХЛ. Получится, обязательно получится. Хоккей – это большая планета. На ней есть место для всех, кто любит эту игру. Сергей Берзин, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».